Стражные вишняков Заезд в сторону Новокосино Роспотребнадзор, водичники, гаишники стоят и тормозят таксистов Узнаем, что они тут спрашивают у людей Поговорил сейчас с водителем Значит, выписали человеку штраф за то, что именно карточка водителя не измененная С новым видением с первого числа, а старого образца Ребятушки, всем привет! Меня зовут Руслан и мы на канале Батя в деле Все сие вот в этом видео, предыдущие кадры и вот данная моя речь происходит на второй неделе после Нового года И какую-то первую неделю я уезжал отдыхать в регион И уже знал, что начался какая-то канитель, какой-то кипиш И ребята выписывают штрафы за изменение карточки водителя Что у них она не соответствует какому-то новому образцу или новым нормам Вот, как я приехал, получается, обратно в Москву, начал работать И увидел в один из рабочих моментов Пересекает Новокосино в сторону Вишняков Что стоит некий пост, там стоит машина технодзора Два борта гаишников и несколько машин, там 2-3 машины такси Я припарковался, подошел к ним поговорить Один момент сразу скажу, водителей я не снимал, потому что они были с пассажирами Я задавал им вопросы, да, они отвечали Задавал вопросы Минтрансу и Мадишникам Их я тоже не снимал, потому что разговор мог пойти по-другому То есть они могли мне что-то не рассказать или как-то выйти еще на большие конфликты Хотя, когда я подошел, с машины технодзора вышел человек по гражданке И я его спрашиваю, это ваша машина такси? Он говорит, нет, вам вообще здесь нельзя стоять Здесь проезжая часть, уйдите с проезжей части Я ему в ответ сказал, что вы почистите ближайшую территорию пешеходную Я буду стоять там Он сразу говорит, ну, типа, сейчас сотрудник ГАИ выйдет Он выпишет штраф за то, что вы без маски Я говорю, слушайте, я пешеход, мне без разницы вообще Что вы будете делать? Как хотите, так и действуйте Я говорю, просто сейчас начну снимать, будем общаться тогда по-другому Он вроде успокоился, переключился И я спросил, за что вы выписываете водителям штрафы сейчас? Он говорит, я, типа, не в теме, вот, пожалуйста, там Ну, он сказал, что он в министерстве транспорта Он говорит, вот, сотрудник МАДИ, спрашивайте у него Сотрудник освободился, я подошел к нему, приставился Создал такую легенду, сказал, что у меня несколько машин такси И чтобы не попасть там в дальнейшем какие-то проблемы Скажите мне, что сейчас, какая история, почему там выписывают штрафы И почему так много машин такси Он говорит, что 90% штрафа в данный момент выписывают за несоответствие Новому образцу вот этого карточки водителя Что она изменилась, все ездят со старыми Штраф составляет 1000 рублей на водителя и 10 тысяч на перевозчика Цифра немалая Так, в данном моменте я нахожусь на 23-м километре МКАДа Здесь один из офисов такси документ, который работает по вторникам и четвергам Сегодня четверг, сейчас я сделаю себе новую карточку водителя Под новый образец, чтобы не попасть под этот штраф И, конечно, проезжая, один из кадров проезжая мимо сотрудников этого поста Я хотел, чтобы меня остановили, я поснимал Даже этот штраф бы мне выписали Но я бы с ними пообщался бы И мы бы экранизировали всю эту историю на максимум Но я проехал, меня не остановили там Вот, сейчас сделаем документы Ну, то есть, изменим формат Я покажу, чем он отличается старый от нового Что еще там появилось И вы будете знать, допустим, как и что должно выглядеть И что сделать, чтобы вам не выписали такой штраф Так, документы я сделал Там несколько, оказывается, теперь есть моментов интересных Но посмотрим, как мы будем с ними жить дальше В общем, это старый образец у нас, это новый Фактически пропала вообще информация про водителя И фотографии водителя Вся информация теперь только о перевозчике Ну, типа ОИП, да? Адрес, номер телефона Ну, как бы, получается, наименование этого ИП И орган, который выдал лицензию И действительность этой лицензии от и до С какого по какого числа Тарифы, которые перевозят обязательно И QR-код QR-код как раз таки при сканировании Показывает, действительно ли сейчас это разрешение Да, это лицензия на перевозку пассажиров И по какое число снова Помимо этого, появилась еще одна штука Которая должна быть не только на бортовой панели Но и в самом салоне Выглядит он вот так Это типа QR-код Такой же, который можно отсканить И увидеть всю информацию о перевозчике И должен он быть на подушке пассажирской То есть, когда клиент садится Он с той стороны должен увидеть этот QR-код И мог бы его отсканить Сейчас я покажу, что у меня на задней подушке Так, на задней подушке у меня Получается реклама канал на обоих И так вот клиенты, которые ездят Периодически со мной Сканят, спрашивают про канал Мы с ними там общаемся, знакомимся И периодически они подписываются Смотрят ролики По идее, вот здесь должна быть Теперь вот эта штука Чтобы они могли отсканить И увидеть всю информацию о перевозчике Который, под которым происходит Получается, эта поездка Ну и так, под завершение ролика Могу сказать, что Помимо, конечно, формата Вот карточки водителей Изменились еще и путевые листы То есть формат теперь другой тоже Там есть несколько пунктов Которые теперь выглядят по-новому Если это нужно будет рассказать Можете написать в комментариях Я это сделаю Но в целом рекомендую Чтобы не париться И не бояться сотрудников Вот этих охранительных органов Делать документы, получается В нормальных, официальных, хороших организациях Ну вот одну из таких организаций Я считаю, это такси документ Я вот на рубеже существования этого канала И того момента, сколько я таксую Я уже делал документы в разных организациях И были такие компании В которых были случаи Когда они говорили, что все в порядке И как только происходила какая-то проблема Эвакуировали машину Они нам отвечали, что все документы фейковые Они не несут никакой ответственности У меня был случай Я чуть позже покажу это видео на канале Когда меня штрафовали Был косяк в документах И косяк был не по моей вине И такси документ взяли на себя ответственность И закрыли этот штраф То есть я считаю это лучшим гарантом Для сотрудничества с этой компанией Когда они берут на себя ответственность За какие-то косяки И фактически делают все документы С заполнением всех журналов Осмотров, да И технических, и медицинских То есть бояться нечего В общем, всем советую Эти контакты организации будут в описании Если что, обращайтесь к ним И работайте без страха того, что что-то может случиться Все, всем удачи Если нужны будут какие-то новые ролики Что-то рассказать, что-то оповестить Пишите все в комментариях, буду рад Всем удачи Всем спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok